Ой, б***ь! Мама родная, спаси меня! Куда я попал? Ну, сегодня мы находимся на улице Гекала, где есть сосед в антисанитарном состоянии квартиры. Люди во ушки, походу, ставят, чтобы тараканы не бежали. Запах подъезда ужасный и тараканы. При морозе, может быть, не так заметны плохие условия проживания, но как только у нас становится тепло, активизируются тараканы, активизируются запахи и, соответственно, страдают все житцы. Сегодня уже прошло 7 месяцев после того, как мы начали просить его культурно, закончили все суды. Сейчас будет происходить вскрытие в присутствии органов внутренних дел, судебных исполнителей и представителей ЖУ. 8 лет назад такое уже было, вывезли 3 20-тонных самосвала мусора, когда был капремонт дома, и тогда не было выбора у него вскрывать, не вскрывать квартиру. Все с мусорки собирал, короче, и все сваливал. А тараканы какие там бегали, кошмары. Там что хочешь можно подцепить. Это фотография 25-го, 10-го. Была попытка, он предоставлял доступ в квартиру. Мы смотрели открыть дверь, буквально щелочку, и вот все, что мы смогли сфотографировать, засунув туда фотоаппарат. Марина, ну мы, в принципе, можем вскрытие производить. Куда они заходят? О, морозное. Я думаю, там хотя бы вход-то тут. Нет, там же нет вообще ничего. Надо эти окна открывать. Давай сразу, наверное, первую эту комнату. Тараканы бегают и по потолкам, по шмалкам. Бутылки, вещи, шмещи, все-все-все. Здесь есть все. Так, ванна, там огурцы, банки, шмалки. Тут полностью хата, он жил здесь как медведь. Тут реально как в пироге. Вы не поверите, мы на полу стоим. Кухню мы уже освободили. Вот напарник убирает кухню, разгоняет тараканов. Бумаги, книги, железо, шмезо, всякая хрень. От шести до восьми тонн точно будет. Уже б сдал эту макулатуру, да поехал просто отдохнул бы куда-нибудь на Кипр. Как человек. Даже на кухню проход не освободили. Только кухню. И то не всю. Сколько вывозить планируете, раз? Ну, вывозить за два рейса точно не вывезем. Дня два, а то и три. Ну, что мы там, справляемся?